Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Гозиас рассказала о конфликте на Поляне. Все ребята во главе с Юлией Ефременковой ополчились на Сашу и Костю Иванова. Уже неделю участники не занимаются своими отношениями, а обсуждают нас. Мужики прогнули свои головы перед Юлей. Это смешно, все боятся сказать свое мнение. В недавнем эфире Илья Ебаров вызвал возмущение телезрителей. Он заигрывал с Никой Шукуровой и в грязных валенках ходил по кроватям. Майя Донцова строит отношения с Захаром Саленко, а ее мать Ирина Донцова недовольна выбором девушки. Возможно, именно поэтому ситуацию в свои руки решила взять на этот раз бабушка Майи. Говорят, что женщина уже появилась на проекте и намерена стать участником. Евгения Гусева опубликовала фотографию с неизвестным мужчиной. И сразу поползли в сети слухи, что она в отпуск на Кипр отправилась не только с сыном Даниэлем, но и со своим бойфрендом. И, судя по страстному поцелую, их связывают далеко не платонические чувства. Женя же в ответ попросила своих поклонников не приписывать ей отношения с ее знакомыми мужчинами. У меня нет сейчас молодого человека. Мои планы немного другие на ближайшее время. Андрей Чуев жалуется, как тяжело ему сбросить лишние 10 килограмм. Как же тяжело худеть, это просто ужас. Первое худеет морда, а кексик на боках – это самое сложное. После того, как Илья Ебаров и Катя Кауфман уехали в Саранск, уже успели разругаться. Ебаров опубликовал пост. «Ребята, прошу больше не связывать меня с Кауфман и Екатериной. Уйдя со мной за ворота, она думала, я ей буду все оплачивать и содержать ее. Пусть ищет себе дурака с полным обеспечением, я не нанимался». Антон Гусев съездил поздравить своего сына с Рождеством. Везу все, что он заказал Деду Морозу. И даже пиццу с клубникой, супчик рыбный, машинки, открытки и так далее. Татьяна Африкантова рассказала в видеотрансляции о себе и о своих знакомых. Ей звание Ольга Васильевна Гобозова, она собирается приехать в марте, чтобы тормошить Андрея Чуева со стройкой. Ей уже не терпится переехать в новый дом и она свято верит, что весной все-таки ей удастся это сделать. Ее дочка Марина обиделась на мать и не звонит в Сейшел. Татьяна Владимировна в ответ тоже обижается и носит за это без спроса дорогую шубу Марины. На то, что у них там происходит на Сейшелах, ей плевать. И в конце Африкантова удивила. Она показала зрителям, как умеет расплачиваться карточкой и продемонстрировала в прямом эфире номер своей карты и пин-код. Эту видеотрансляцию смотрели 300 с лишним человек. Ей посоветовали срочно сменить пин-код, но Африкантова не обратила на это внимания. Ольга Жемчукова продолжает украшать свое тело татуировками. «Я довольна, как слон. Позже покажу конечный результат, когда все зашивет», пишет она. Майя Брикосов сделал предложение своей девушке. Олечка работает врачом-окулистом в Минске. Хотим поселиться в России, а пока приходится жить на две страны. До сих пор никто не видел таинственную избранницу Майя. Он говорит, что она не публичный человек, к тому же гражданка другой страны. Но Ольге удалось сойтись с его родными, и мама Майя поддерживает его выбор. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.